Мы продолжаем с вами изучение, я думаю, что мы уже с вами, да, вошли уже в изучение второй книги. Потому что мы вместе с вами создавали особый образ. И не знаю, как вы, но я всегда переживаю особые ощущения, когда читаю 21-й псалом. И сегодня я попытался соединить параллели, да, Голгофы и страдания Иова. И я, наверное, не ошибусь, что вы тоже увидели, наконец, вот эти вот параллели, увидели эти связи. И вот сейчас я хочу, чтобы кто-то из вас поделился вашими впечатлениями от того, что он только что услышал. Пожалуйста. Если у кого-то такое желание, я знаю, что я езжу несколько человек, по крайней мере, у двух человек точно. Поэтому не постесняйтесь, скажите ваше ощущение того, когда вы слышали вот эти вот связи страдания Иова и страдания Иисуса Христа. Пожалуйста. Кто тут добровольцы? Я знаю, что у кого-то особое переживание было. И вы должны сейчас его озвучить. Потому что это благословение не для вас только. Это благословение для всех присутствующих. Поэтому, кто имеет откровение, говори, а пусть другие услышали. Помните такой принцип? Это принцип церковности. И мы его здесь исповедуем. Пожалуйста, давайте, кто это имеет откровение? Будут ли мы с вами разговаривать, да? Пожалуйста. Студенты не молчащие, а говорящие. Пожалуйста. Хорошо. Ну, давайте, давайте вы озвучите. Я знаю, что у вас есть кое-что. Да, 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 да. Что вы лично пережили, когда слушали вот эти вот разъяснения, что у вас написал на 21-е? Ну, мое развлечение, когда я увиделось, ну, после того, когда, боже мой, зачем ты оставил меня, то Иов, он вопил к Творцу, а Ишо вопил к Отцу. Да. И это большая разница. Да. И можно добавить к этому размышлению то, что, когда отец уходит от ребенка, ребенок знает, что это временное. И в этом было своеобразное преимущество Иисуса Христа на Голгофе. Что будет победа, что отец возвратится. А Иол, когда понял, что Бог от него как бы отступил и молчал, то это могло бы продолжаться очень долго, а возможно всю жизнь. Поэтому, как важно нам с вами иметь понимание сыновства. Что в церкви не должно быть сирот, не дай Бог, духовных бомжей. А для этого мы с вами должны впитывать Божью любовь. Помните, вы с вами говорили? И я хотел бы, чтобы мы с вами продолжали на занятиях именно не просто учиться, приобретать знания, а впитывать вот эту любовь. Потому что, по сути дела, я должен быть не только орудием передачи информации от Господа. Я должен быть и тем стимулом для вас, и тем каналом, через которое Божья любовь приходит к вам на занятия. Им для меня очень важно не стать камнем преткновения, преградой для получения вами этой любви. Но с другой стороны, если я буду каналом, а вы не будете получать, а будет ваш сосуд перевернутый, то сколько благословений не лилось, то внутри сосуда будет пусто. Поэтому откройте свой сосуд сердца, не просто настройтесь на информацию, открывайте свой сосуд сердца. И вот в этом смысл именно поиска Бога как Отца. Ребенок, он открывает свою руку, чтобы туда вложил свою руку отец. Но когда он капризничает, он забирает и закрывает эту руку. И тогда отец как не старается, он не может ее разжать. Но что тогда делает отец? Он тогда остановится на колене перед ребенком и смотрит ему в глаза и улыбается. И ребенок опять открывает свою руку и обнимает отца. Поэтому я хотел бы, чтобы вы были открытыми. Потому что я заметил у вас закрепощенность. И я задаваю вопросы, как бы выдавливая с вас ответы. А вы должны быть естественными. Не бойтесь меня как учителя. Но бойтесь себя как сироп. Я перед вами не как учитель. Я просто равный вам, как дитя Божьего. И вы должны это понимать. У нас один отец. И мы здесь собрались в присутствии Отца. И объединяет нас Дух Святой. Но мы стоим на основании истины Иисуса Христа. Поэтому побольше улыбок, меньше напряжения. Наконец-то расслабьтесь. Ух, выдохните себя. Вот это вот сопротивление, боязнь или еще что-то другое, что мы называем отрицательными эмоциями. Эмоциями. Просто так вот упокойтесь. Это очень важный момент в нашем с вами обучении. Чем больше мы будем упокоительных состояний, это субботство, верно-то, чем больше мы будем готовы принимать эту любовь отца. Подберите, наполняйте сейчас. Просто говорите, наполняйтесь. Вдыхайте это любое. С каждым дыханием. Глубоко вдыхайте. Как прекрасно. Когда наполняйся, пропитываясь этой любовью. Когда черты суровости уходят. И все по-другому становится. Вот я хочу, чтобы с таким настроением мы с вами проводили каждый час наши занятия. Я понимаю, что мы будем печатать сложную книгу. У нас будет много графиков, схем. И поэтому, если мы будем с вами на призоне, мы ничего не поймем. Это будет обучение специалистов. Со стороны. Но я хотел бы, чтобы мы это на все-то посмотрели более проще. Чтобы мы видели там графика. Увидели сами в себе. В тех схемах, которые особенно завтра мы будем рассматривать. Чтобы мы увидели историю своей жизни. Но не для того, чтобы сопротивляться и бороться с мыслью о том, что я никому не расскажу о себе. А для того, чтобы увидеть самого себя, согласиться, сказать, да. Но как решить проблему? И тогда получить ответ. Опять принимая эту любовь. Чем больше мы принимаем любовь, тем меньше будет депрессии и подавленности. Разной формы. Напомню, это секрет. Секрет радости. И сотрудничество с Святым Духом. И плод Духа – это радость. Это радость, основанная на шаломе. На вот этом умиротворении, упокоении. Так? Напряжение снято? Благородно. Значит, тогда мы можем следовать дальше. Идти вместе с нашим Господом. Потому что Он нас иди. Итак, давайте мы приступим к следующей части нашего занятия. Посмотрим на следующий слайд. И это будет наша очень большая тема. Пожалуйста. Разговор на земле. Помните? Та часть, которую мы с вами рассматривали, была больше связана с разговором на небе. Разговоры между отцом и, к сожалению, подростком, который не хотел смиряться пред отцом. Разговор между Богом и Светом. А теперь будем рассматривать с вами разговор на земле. С 3 главы 1 стиха по 41 главу 26 стих. По сути дела, как я сказал, мы уже с вами начали этот разговор. И я очень благодарю вас, что вы мне помогали рассматривать предварительное впечатление об этой книге. О той части, которую мы называем с вами душепопечительская книга, или кто-то называет психологическая книга. И действительно идет речь о душе больше, нежели о духе. И здесь невольно я вспоминаю отрывок из послания Хитра. Что когда Иисус Христос был на кресте, он был разделен с отцом, у него дух был как бы разделен и мертв. Но когда он умер, то дух что? Ожил. Поэтому, когда он был разделен с отцом, он больше использовал свою душевную сторону. Эмоции, ум и волю. Поэтому и мы будем с вами обращать внимание на эмоции, на знания, умственные разумения и волевые решения. Пожалуйста, давайте мы посмотрим на общую картину, которую я представляю в виде вот такой схемы, таблицы. Итак, разговор на земле, как мы говорили, 3 глава с 1 стиха по 41 главу 26 стих. И он разделяется на 2 части. Разговор с друзьями. Это, как мы говорили, с 3 главы по 37 главу. А дальше разговор с Богом. 38 главы с 1 стиха по 41 главу 26 стих. Я думаю, что сейчас не так важно изобразить эту табличку или эту схему в своей тетради, в своем конспекте. Мы к ней будем возвращаться очень часто, по крайней мере сегодня. Но, как видите, что вот эти 2 части, они уже имеют перед собой какой-то контраст. Какой, видите, контраст согласно вот этой табличке, вот этой схеме. Да, как много Ио говорит с друзьями, действительно. Например, с своими друзьями у него 3 круга речей. А вот 4, ну, тот уже вырвался на свободу. Если бы Бог его не остановил, надо было, наверное, и 5 речь. Но, пришло время бури. И он так увлекся, что в 4 речи он уже описывает именно приближение бури. И как бы это является фоном для того, чтобы из бури заговорил кто? Да, гневающийся, грубо говоря, гневающийся, но не зло. Именно Бог. И потом идет разговор с Богом. Там 2 речи. 2 речи и 2 покаяния Ирины. Ну, покаяние не грешника, а как вот строптивого подростка, который находит своего отца. Поэтому мы сейчас с вами будем рассматривать первую такую обширную часть, которая начинается с 3 главы по 37 главу включительно. это разговор с друзьями. Пожалуйста. Итак, общая картина. Эта часть все время рассматривает тему оправдания Бога. Вот когда вы будете изучать разговоры, которые связаны с страданием Иова, то, по сути дела, друзья Иова стараются добиться своего не просто потому, что им так этого хочется. Они хотят оправдывать Бога. Но следует ли оправдывать Бога, друзья мои? А вы знаете, такая есть наука, апологетика. Почему она существует? Как вы думаете, какова причина существования апологетики? Потому что, по сути дела, друзья Иова, они предстают как прото-проповедники апологетики. Возможно, неправильной. Но они защищают Бога. Защищают Его и три друга, и потом четвертый молодой Иуй. Как вы думаете, почему существует апологетика? Защита учения о Боге, о Библии, о христианстве, значит, апологетика нужна не для других людей, а для утверждения меня самого. Потому что других людей не переубедишь. Ну, если, конечно, вы являетесь наставником, и вам доверяет ваш подопечный, тогда вы действительно можете его научить. Научить тому, что вы верите. Но тогда существует опасность. Я могу навязать свою позицию. Могу навязать позицию, которую человек не может еще сегодня усвоить. Возможно такое? Дать твердую пищу. Или наоборот, считая другого, незрелым дать ему пищу, как молочко, и ему будет станет скучно, потому что он давно уже вырос из этого. Поэтому апологетика необходима для защиты и утверждения самого себя. Потому что в другом случае это может привести к спорам или навязыванию своего нервозрения другим. И в этом-то мы видим проблему, что друзья-то защищают Бога, но по сути дела перед кем они защищают Его. Перед кем они собираются оправдывать Бога. Перед самими собою. Вот почему эта тема посвящена именно оправданию Бога. Вот почему он является как бы первыми представителями этой апологетической школы. То есть школы оправдания, защищенности христианских ценностей и вообще божественных. ценностей. Они защищают ли Бога перед самими собой или оправдывают перед самими собой. А для чего это им нужно? Они не уверены совершенно верно. Когда они столкнулись со ситуацией Иова, они же прекрасно догадывали, кто такой Иов. Или нет? Что они знали Иова? Что они первый раз не встречались? Значит, они понимали, кто Он. А разве не то же самое происходило с Иисусом Христом, когда Он явился? Что сказал о Нем Никодим, когда пришел к нему ночью? Мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога. Ибо таких чудес, как Ты творишь, никто не может творить. Мы знаем. Так почему же книжники и фарисеи и другие религиозные лидеры противостояли Иисусу Христу? Почему они вели такую апологетику отрицательного значения? Почему? И так из зависти. Хорошо. И так некоторые зависти преследовали Христа, Да. Ну, это... Да. Боясь потерять власть. Вот. Еще одна проблема. А третье. Они были неуверенны. Они были неуверенны в себе. Поэтому они и боялись. И поэтому нужно уничтожать его было. В этом была и зависть. Поэтому мы видим корень всего того, почему так относились к Иисусу Христу. И вот мы видим корень того, почему и к Ио так относятся. Ведь они знают, кто Он. Но они неуверены. Они неуверены в Боге. Они чувствуют, что им не хватает знания о Боге. И это то же самое касалось и книжников и фарисеев. Они чувствуют, что им не хватает знания. А почему им не хватало знания? Потому что они обратились о вкусной торе. Да. Они обратились к преданиям старцам. Они обратились к тем вещам, которые водили от Моисея. А если бы они Моисея слушали, то бы они понимали, что Моисей говорил об Иисусе Христе. Уже достаточно было Моисея. Они говорят о Давида. Говорят, что в Псалтере было написано. В пророках. Поэтому это главная тема. Главная тема, которая проходит. Итак, с одной стороны мы видим прообраз страдания Мессии. Страдание на кресте. Эта линия красная полосой проходит через всю эту вторую часть. Но с другой стороны мы видим тему. И объясняющую причину. Почему страдает Ио. И объясняет, почему страдал Мессия, Иисус Христос, когда был на земле. Иисус Христос с людьми, у которых не хватало знания и познания Бога. И поэтому была неуверенность. И они защищали свои рамки учения. Совершенно верно. У них не было уверенности. И вот здесь нужно было учиться. Правда? Некоторые учились. А некоторые не учились. И поэтому они воевали. Поэтому и сегодня, когда мы встречаемся с людьми консервативными, они начинают воевать. А они находятся в своих рамках в познании своего Бога. Они не верят в другого Бога. Они не верят, что Он будет в результате захорониться их понимания. Вот как бы вы обратились бы и почувствовали бы, какое бы чувствовали бы ощущение, когда бы я вам сказал, что Библия есть ангелы женского рода. Спокойно? Спокойно. Ну, видите. Хорошо. Да-да, другой. Более такой сложный вопрос. А как вы понимаете, что это был злой посланный дух от Бога? Что злой дух посылается от Бога? Спокойно воспринимаете? Вас ничем не удивлюсь. Да, но когда Бог посылает духа, сказал, ты иди и стань лживым духом для царя, чтобы он попал в обольщение, чтобы на нем совершился суд. И как мы отнесемся к такому откровению о Боге? Хватает у нас знания? А, как легко защищаемся, да? Его мысли не на все мысли. Да. Друзья мои, а тут очень все просто. Бог суверенен. И Он правит. Поэтому, когда мы понимаем, что нет никакой войны между Богом и дьяволом, нет войны. Есть бунт сатаны против Бога, но войны нет. Бог не воюет с дьяволом. Тогда мы поймем, и все станет на свои места. И Бог для своих планов использует даже червяка, чтобы он подточил растение, которое выросло над его и пророками. Даже червяка использует. Хорошо. Давайте мы пойдем дальше. Итак, теперь мы видим, почему столько много разговоров? Почему столько много разговоров в той части, которая касается разговора с друзьями? Пожалуйста, кто хочет подытожить? Почему три речи, почему три круга разговоров? У каждого своя позиция, да? И он трижды получает возможность. Какой получает возможность? стать из консерваторов фундаменталистом, да? То есть, учиться познавать Бога на новом уровне. Бог дает такую попытку. таким образом Бог дает не два свидетельства, а три свидетельства, да? Три попытки, чтобы таким образом друзья Иова выросли. Но они тоже не знают отца. И поэтому сколько не давая попыток, будет что? все будет напрасно. Да, то есть, там могла быть и четвертая речь, и пятая речь, и шестая речь, и это создавало только большую боль для Иова. Но зачем Бога мучить Иова? Да, Бог использовал страдания Иова для того, чтобы научить, дать шанс его друзьям выйти на новый уровень познания Бога. Как вы думаете, на какой уровень познания Бога они должны были выйти во время этих обсуждений? Когда они начали бы оправдывать Бога в своих речах? Только правильно. К какому уровню они должны были выйти? Хорошо, на уровень Иова. Но я ожидаю немножечко еще большего. Точнее, я ожидал бы, наверное, большего бы на месте Бога. Какой бы уровень? На уровне детей Бога, и отца, и смотрели на Бога, как и на отца. Правда? Они бы увидели воспитательную розгу или направление подростка зрелости. Они бы увидели приближение средства, которыми приближает Бог-Отец своего подростка-сына. Они бы увидели это. И они бы увидели себя. Но, к сожалению, этого не произошло. Хорошо. Но почему тогда четыре речи дается четвертому говорить? Да. Да. Одна речь направлена на одного, потом направлена на другого, потом на третьего, потом на четвертого. Как думаете, если была пятая речь, на кого бы направился бы он тогда? На Бога точно. Поэтому Бог ему, мягко выражая, закрыл урод. Просто закрыл урод. Поэтому, если бы не было бы дальше многословия, то не избежать греха. А он был уже на грани. Вот когда вы читаете разговор четвертого, то вы видите, он на грани. Он на грани кощунствования. Через некоторое время он приступит к эту грань, и он станет такой, как три друга. Как первые три друга. Он станет на эту позицию. Но он станет на эту позицию, на позицию логики. Если один стоит на позиции преданий, другой особых переживаний и ощущений, когда мистическое ощущение присутствия неземной силы дал ему откровение, а третий из наблюдений окружающего мира, то вот этот человек, молодой человек, точнее, моложе и всех, он бы говорил на позицию логики. Он стал бы на позицию логики, и в конце концов все говорили бы не так точно, как следовало говорить о Боге. И они бы не достигли бы уровня, точнее, он не достиг бы вместе с ними уровня, уровня Ио, не говоря уже о том уровне сыновства, которое должно было быть. А ведь они не умели дышать, как мы с вами умеем дышать, принимать благодать. Дыхая им, дыхая, эта благодать наполняет им. Да. Конечно, их можно оправдать, они не переживали опыт рождения свыше, как мы его пережили. И они не знали такое исполнение Святым Духом, которое мы сегодня знаем. И у них не было церковности. Единение в теле Христом, как мы это имеем сегодня, и мы взаимоскрепляем и связями Духа Святого соединяемся друг с другом, незримо. Поэтому нам, конечно, много легче. Но они первопроходцы. Поэтому мы не должны укорять друзей, говорить, вот они такие плохие. На фоне других они выглядели очень хорошо. Да. И в конце концов они исправились. они исправились. И в этом радостная весть. Поэтому, когда вокруг Иисуса Христа обращались люди, не только грешники пришли, то есть из низшего слоя, но там были и фарисеи обращенные. Там были такие. Проблема взаимоотношения между большими грешниками и праведными грешниками это уже другая тема. Это тема между фарисеем и мытарем, которые приходят в один храм. Их нужно сдружить. Это старший и младший сын из притчи о двух сыновьях и отце, которые любят обоих одинаково. Это другая история. Это история сближения и единства, которое подчеркивает послание к эфесянам. Но если мы сейчас оставим в сторонку эту проблему, кто много любит, потому что много прощено, а кто мало любит, потому что мало ощутил этого прощения, потому что был больше праведным и не помнит себя грешником особо. Если мы отойдем от этой части проблемы, а просто соприкоснемся с реалью фактов книги Иоа, то мы скажем слава Богу, слава Богу, друзья нашли, нашли отца. Только вот вопрос а четвертый нашел? А четвертый нашел? А четвертый молчит. Он еще не созрел, потому что еще молодой, зеленый, ему надо еще много пережить в жизни, чтобы быть готовым не на обственном уровне, как он делает логически, а в переживаниях подойти к нужде в Боге как отца. Он похож, знаете, на такого ребенка, который одел одежду взрослых и считает себя взрослым. Он тактичный, он ждал своего права сказать, но потом он нападает на старших и упрекает их. Поэтому одна речь посвящена одному, другая другому, а так далее и третьему. Хорошо, друзья мои, давайте мы пойдем дальше. Итак, об общении. Об общении. фоном для того, чтобы мы с вами могли вслушиваться в разговоры друзей Иова и самого Иова, а потом и понимать речь Бога как Отца является рассуждение о страданиях. Тема страдания. И я хочу сказать, что многие комментаторы как раз основное ударение делают как раз на страдания. И в этом их не ошибка. Потому что это фон. ведь можно говорить о Боге Отце без страдания? Можно говорить или нет? Какая книга из Библии говорит о Боге Отце, но не учитывает страдания? Какая книга? Какая книга Библии, но не учитывает страдания? То есть там как бы положительный элемент познания Отца. книг много и в Ветхом Совете и в Новом Совете. Возможно сложно, да? Сложно сразу определить. Ну хорошо. Дело в том, что есть и в Ветхом Совете и в Новом Совете. Но лично для меня вот с таким вот откровением Бога как Отца или которое ведет к пониманию Отца, это является книгой Экклезиастов. Это в Ветхом Совете. И там главное слово, там два главных слова. Первое это слово суета, оно означает что-то есть, и потом его не стало. Некоторые говорят пар, некоторые говорят веяние ветра. Каждый это представляет по-своему. Другими словами мираж, который есть и нет. То есть что-то непостоянное. А второе слово это наслаждение. это второе ключевое слово из книги Экклезиастов. Но наслаждение есть лозное, которое придет к депрессии и подавленности, к состоянию тьмы в закрытой комнате, без окон и дверей, где ищут черную кошку, которой там нет. это неуверенность в будущем. Поэтому ешь, пей, веселись, завтра умрем. Это философия, которая породила потом наслаждение жизнью как отчаянным шагом бунтом против смерти. Но есть там другая линия, которая проходит наслаждение Боге, который видит все и наслаждается Богом и в питье, и принятии пищи. Хорошо. А в Новом Завете, где мы видим откровение Отца, но не учитывается элемент страдания? Послание, да, первое, например, послание Яна. Согласны? Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. И там идет параллель между детьми Божьими и детьми дьяволом. И поэтому дети Божьи, они уподобляются в образ Иисуса Христа, а дети дьяволу уподобляются в образ Антихриста. И видите, здесь нет элементов страдания. Там тоже есть элемент конфликта, но нет элемента страдания. Поэтому может быть откровение Бога Отца без страдания? Конечно, может быть. Тогда я задаю вопрос, так почему же книга Илова имеет фон страдания? Почему это фон? Пожалуйста, возьмите микрофон и озвучьте ваши слова. Я думаю, очень важные слова. Вероятно, для того, чтобы показать на этом фоне оттенить именно то, показать любовь, потому что именно на фоне страдания любовь проявляется более четко и более выразительно. Спасибо. Пожалуйста, кто еще что хочет добавить? Это как бы начало размышления, хорошая точка отсчета. Давайте дальше побегаемся к пониманию этого откровения. Пожалуйста. Пожалуйста. Когда человек страдает, он может излить свое сердце и рассказать то, что его беспокоит. Он больше открывается и наверное он копается в тех проблемах, которые посетили его познает себя. Спасибо. Я теперь добавлю. Можно со стороны теперь? Помните, мы с вами говорили, что книга Иова напитана именно душу под учительством. Правильный и неправильный. То есть показывается пример жалких утешителей, что они не знают Бога как Отца и поэтому они не могут его утешить. Следующим образом. Но мы понимая предысторию, мы побывали с вами на пресс-конференции, презентации спектакля, грубо выражаясь. Мы знаем предысторию страданий Иова, мы знаем, как бы присутствовали на небе и мы слышали этот разговор Бога сатаной, и мы знаем предпосылки, мы знаем, как правильно себя вести. Поэтому мы как опытные души под учитель не делаем выводов, это первое, а с другой стороны мы делаем правильные выводы. Эта книга позволяет нам сделать правильные выводы, что страдания не всегда исходят от греха. Не всегда исходят от греха, но они исходят от любящего Отца. И это в свое время познал апостол Павел. Помните как начинается второе послание Коринфянам? В первой главе. Как он называет Бога? Я напомню вам сейчас. Это очень важное откровение. Когда же он его познает? Я читаю в третьего стиха благословен благословен который Бог утешает нас самих. А здесь показывается элемент душопопечительства. Я пережил, я понимаю тебя, я помогу тебе. Ибо по мере как умножается настрадание Христовый, умножается Христом и утешение наше. страдание открывается Христос. Помните Мэриэль Голгофа? И мы с вами видели эту красную линию страдания Иова, да, оно отожисляется и передается уже в сильном выражении страдания Мессии на кресте. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие мы терпим. и надежда наша о вас тверда. Видите, порождая твердость, уверенность, утешаемся или утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Значит, книга Иова, мы можем догадываться, это книга утешения. Я могу не только утешить самого себя и успокоить, когда приходят бунты, возмущения, что я не понимаю Бога. Это значит, мне говорит о том, что мне не хватает знаний, не хватает откровений. Тогда нужно искать лица Господня. Тогда нужно общаться с Иисусом Христом, читать Его Слово, общаться с другими, искать ответы на вопросы. Что мне еще не открыто об отце? Значит, нужно встречаться с Богом каждый день и ожидать от Него проявления все новых и новых откровений. сегодня Он проявляет себя как святой, завтра как праведный, завтра как милосердный и так далее, и так далее. Я постоянно встречаюсь со свежим Богом, если так можно выразиться. Он у меня не застаревший. Я его не завел в какие-то рамки, и вот он у меня как икона стоит в моем сердце. Нет, он движущийся, и он открывающийся таким, каким нужно мне. Он служит мне. Но я знаю, он отец, и поэтому он сегодня учит мне святости, потому что он святой. А завтра учит милосердию, потому что он милосердный. Но он, прежде всего, отец. Сказано, отец милосердия, а потом уже Бог всякого утешил. Ибо мы не хотим оставить вас врачи неведения. Вот как переживал в то время опыт, грубо выражаясь, Иова, апостол Павел. Неведение о скорби нашей бывшей с нами Васии, потому что мы отехчены были чрезмерно. Вы помните, я тоже был чрезмерно очищен. И сверхсилы. Твоими словами апостол Павел еще усиливает, не просто чрезмерно, а сверхсилы. А вы помните, как он в первом послании говорил, что Бог не посылает сверхсилы. Больше того, он еще помогает нам в этих скорбях принести, он начинает и взбадривает, и укрепляет. А тут оно сверхсилы. Павел, ты что, поменял свое мнение? Он передает опыт страдания. Не опыт победы здесь, а опыт страдания. Он передает свою боль, которую он переживал. Он говорит о состоянии подавленности. Состоянии, когда он тоже находился в депрессии. Так что не надеясь остаться живым. Обратите внимание, да? Все-таки хотелось жить. Не так ли? Дальше. Но сами в себе имели приговор к смерти. Для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бог, воскрешающий смертных. Обратите внимание, не то же ли самое произошло с Иовым? А я знаю, искупитель мой жив, и что в последнее время, да, он воскресит меня и восстановит мое тело. Что остается человек, который умирает? Воскрешение из мертвых. Что оставалось о Ионе, когда он погружался в воду, зная, что назад дороги нету, когда выбросили его с корабля? Ты не оставишь души моей в аде. Он знал, что рано или поздно, а я увижу вновь крам, я вновь после воскресения буду на Святой Земле. Да, всегда идея воскресения это вот тот выход из положения, когда уже нету вроде бы ничего. Мы люди, которые знаем о воскресении. И это очень важно нам понимать. Мы люди, верующие в воскресение, и в этом сила христианства. который избавил нас от столь близкой смерти. Почему Бог избавил Павла? И, возможно, еще кого-то другого. Почему Он избавил? Какова причина? Потому что Павел пережил опыт смерти. И полного состояния, когда назад дороги не было. Для чего это надо было? чтобы пережить опыт воскрешения. Он очень нуждался в этом опыте воскрешения. Потому что потом Он поймет смысл сораспятия, о котором будет уже писать позже чуть-чуть в послании к римлянам. Это раннее переживание апостола Павла. Это переживание, когда Он подходит в сущности того, как себе почитать мертвым для греха, живым для Бога. И поэтому Он избавил нас от столь близкой смерти и избавляет и на которого надеемся и еще избавит. Видите, какая уверенность? Вот смысл книги Иова в миниатюре такого в жизни апостола Павла. Вот почему нужна эта идея страдания, чтобы вырисовалась идея воскресения. Вы помните? В книге его последняя часть, третья книга, вы помните, в которой написано прозвищем. Там же идея воскресения, правда? Как бы все восстанавливается. Мы чувствуем, что его выздоровел. Хотя, по сути дела, там об этом не идет речь. Но мы чувствуем, мы уже понимаем, да? Опять у него жена и нормальные отношения с женой. И дети появляются. И некоторые комментарии говорят, что вы как воскресли они. Хотя, может быть, и не так. Но очень похоже, да? трое, да, трое же дочерей и сияем сыновей. Вроде бы, даже такое число, но все вроде такое. Но теперь Ио, что? Он насыщается жизнью. Он живет в этом новом бытие. Он умер для старого Ио. Он же не бунтующий подросток, который не знает отца. Он теперь наслаждается и насыщается любовью отца. Это суть воскресения. Суть сыновства. Суть отношения с Богом как с отцом. Я думаю, что вот на этой радостной ноте давайте сделаем прерыв. Редактор субтитров